За 30 лет Национальный банк прошёл длинный путь развития и достиг значительных результатов. После приобретения независимости, Кыргызстан в числе первых стран Центральной Азии ввёл собственную национальную валюту – Кыргызский СОМ и начал вести самостоятельную экономическую политику. Кроме этого, республика совершила рывок в создании собственной платёжной системы Элькарт. Об этом заявил председатель Нацбанка Куанышбек Бакантаев, выступая на юбилейном мероприятии регулятора. По словам Бакантаева, международные резервы страны достигли в прошлом году исторически максимальных значений и превысили 3 миллиарда долларов США. Кабинет министров поставил перед собой амбициозную задачу по значительному увеличению бюджета, заявил председатель Кабмина Калбек Джапаров. По его словам, планируется завершить полную автоматизацию налоговых процедур. Также в этом году ожидается повышение зарплаты работников бюджетной сферы на 50-100%. В связи с этим перед Нацбанком стоит ответственная задача по поддержанию стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики, сообщил Джапаров. В условиях сложившейся в настоящее время геополитической ситуации на внешних финансовых рынках наблюдается высокая волатильность курса валют страны, являющихся торгово-экономическими партнерами Кыргызской республики. Данная ситуация указывает на важность Национального банка как финансового института, который будет продолжать вести работу по сохранению покупательской способности национальной валюты, обеспечению стабильности финансово-банковской системы, а также сохранению доверия населения финансовым учреждениям. Основной составляющей деятельности Центрального банка является проведение эффективной денежно-кредитной политики, стабилизация денежного обращения и надзор за банковской системой. Банковское регулирование до сих пор имеет недостатки, отметил экс-глава финансового регулятора. В области цифровизации есть у нас небольшие отставания от некоторых стран, но я думаю, что эти недостатки будут ликвидированы. А сейчас в связи с этим кризисом, я тоже думаю, Национальному банку предстоит пройти очень тяжелый путь и нашему правительству, и нашему государству. Я надеюсь, что мы ее решим. Национальный банк был создан 6 марта в 1991 году. В 90-е годы регулятор только начал формировать банковскую систему. Тогда удалось снизить инфляцию с 2000% до двухзначной величины. За 30-летнюю историю существования НБКР пережил несколько экономических кризисов. В 1998 году произошел азиатский кризис, дефолт в России и девальвация российского рубля. В 2008 году начался глобальный мировой финансовый кризис.